ажортный узор с соломоновыми петлями вот схема этого узора раппорт узора как видите 9 петель схему как всегда вы сможете найти на моем сайте ссылочка будет под видео я вам покажу этот узор буквально на одном раппорте для этого я набрала цепочку из 11 воздушных петель и в первом ряду связала 11 столбиков без накида то есть один раппорт 9 петель плюс 2 2 2 петли нам понадобится для симметрии вот такой мне первый ряд теперь начинаем вязать сам узор воздушная петля поворачиваемся вяжем 2 столбика без накида краевых теперь вяжем соломоновую петлю вяжем ее не очень длинный иначе они будут выпирать из узора ну примерно вот где-то сантиметр чуть-чуть побольше столбик с одним накидом мы вяжем пропустив 3 столбика первого ряда 1 2 3 вот на четвертом вяжем столбик с одним накидом и еще одну соломоновую петлю опять пропускаем 1 2 3 столбика и в конце ряда вяжем 2 столбика без накида это может быть не обязательно конец ряда то есть дальше узор повторяется вот с этого места сломаную петли второй ряд у нас будет третьим но повторяющимся второй следующий ряд 3 воздушных петли 1 2 3 и столбик с одним накидом на втором столбике без накида опять вяжем соломоновую петлю и присоединяем соединительным столбиком к столбику с накидом 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и также соединительный столбик на столбики с одним накидом на схеме не показано количество вот этих воздушных петель я прикинула что их 7 возможно учитывая разную пряжу разная плотность вязания нужно будет скорее добавить одну две петли еще одна сломановая петля и два столбика с одним накидом это между рапортами и в конце ряда воздушная петля 2 столбика без накида то у нас как бы рамочка такая получается теперь 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и не прикрепляясь вот к этой вот арочки вяжем 2 столбика без накидом между рапортами или в конце ряда теперь делаем 4 воздушных петли 1 2 3 4 и на втором столбике без накида вяжем столбик с двумя накидами теперь вяжем продолжаем вязание разновысокими столбиками она вяжем их не под цепочку а в петельки в каждую петельку столбик с одним накидом полустолбик с накидом и столбик без накида все это вяжем в петельки так чтобы вот эти вот столбики не смещались имели жесткое такое вот основание а теперь мы вяжем столбик без накида захватывая и цепочку и вот эту вот арочку которую нас тут сверху соединяем все столбиком без накида и возвращаемся и идем дальше по цепочке также вяжем в петельки столбик без накида полустолбик с накидом столбик с одним накидом и между рапортами или в конце ряда два столбика с двумя накидами вот у нас получился один вертикальный рапорт вот такой вот воздушный цветочек и соломоновых петель как бы в рамочке дальше вязание продолжаем со второго ряда единственное что столбик вот с одним накидом мы вяжем на столбики без накида а так все то же самое два столбика без накида соломоновая петля столбик с одним накидом и так далее обратите внимание что вот когда вы будете заканчивать этот узор для того чтобы краешек был бы более ровный вот в самом самом последнем ряду столбики с двумя накидами не вяжут для выравнивания края давайте посмотрим как этот узор выглядит на большом образце вот такой вот образец у меня получился он очень такой ажурный нежный воздушный естественно это получается за счет сломоновых петель которые вот придают ему такую вот воздушность нежность и легкость где можно использовать такой узорчик по моему очень хорош будет для летних моделей опять же для палантинчиков вот такой вот нежный воздушный узорчик подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки у меня еще много разных вязальных идей и хитростей у нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем не пропустите все это удачи вам и легких петель вот так 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 вот Продолжение следует...